Сегодня мы говорим обо всех изменениях, которые происходят не только на рынке, но и в компании Магнит. Мой следующий гость Константин. Константин, как впечатление от вашего выступления? Наверное, со стороны видней, но неплохое впечатление. Мы сегодня с вами во время дискуссии затронули тему того, что взаимоотношения меняются и меняются взаимоотношения с поставщиками в том числе. Вот хотел бы, чтобы вы чуть поподробнее об этом рассказали. Какие существуют эффективные решения сегодня? Да, есть рецепт эффективного взаимоотношения между ритейлером и поставщиком. Прежде всего он в том, что нужно думать о покупателе или думать или параллельно думать о росте категории в целом. Если поставщик сфокусирован на том, чтобы увеличить свою долю полки и откусить там у своего рыночного конкурента какие-то пункты прироста, то это не будет эффективным сотрудничеством, потому что нам как ритейлеру важно, чтобы все победили, чтобы мы победили в борьбе за покупателя у конкурента и вырастили всю категорию целиком. Поэтому те примеры сотрудничества и выкладки и в каких-то категорийных проектах, которые сейчас уже есть с крупными поставщиками, они получаются хорошо, когда поставщик берет на себя лидерство над категорией и отвечает за рост доходности или за рост продаж категории в целом, а не только своих брендов в этой категории. Как поставщики и ритейлеры вообще реагируют на такую инициативу и на ваше предложение? Знаете, надо сказать, что все заинтересованы, все понимают, что мы поставщики ведем не сиюминутный бизнес. Нельзя что-то урвать, получить прибыль и уйти. Надо долгосрочно развивать продажи, приучать покупателя ходить к нам, а не к конкурентам. Поэтому, в общем-то, мы, наверное, делаем одно дело и взаимовыгодное сотрудничество интересен обоим сторонам. В теме своего выступления вы также затронули тему кластеризации магазинов. Вот об этом тоже хотел бы поговорить с вами чуть-чуть поподробнее, чтобы вы рассказали, что конкретно меняется на сегодняшний день. Мы видим сейчас, что в зависимости от локации населенного пункта, ну, о том, сколько людей там проживает, и в зависимости от бюджета семьи в этих населенных пунктах, структура потребления в магазинах разная. Что, ну, те или иные потребления тех и иных категорий как бы выходят где-то на первый план, а где-то на второй. То есть это такие особенности, особенности вот такого микса бюджета семьи, сколько есть денег на покупку, ну, и того населенного пункта, той конкурентной среды, и той атмосферы, ну, локационных таких признаков, ну, совместно. Мы, я говорил про кластеризацию магнит-косметик, потому что мы, ну, наиболее ярко это там наблюдаем. То есть у нас в деревнях в большей степени продаются продовольственные товары, в меньшей степени категории бьюти. А в столице, наоборот, мы видим постоянный рост наших категорий красоты. Собственно, это изменившееся изменение этой структуры, именно мы хотим отразить не только в структуре ассортимента, но, наверное, также еще в дизайне магазинов, в лояуте магазинов, в пути покупателей по магазинам. Но сейчас мы именно на той части как раз адаптации ассортимента, а все остальные нововведения в магазине ждут вас в ближайшем будущем. Как вы думаете, вот эта инициатива, о которой вы говорите, она применима только к бьюти-сфере или потом лучший опыт, скажем так, можно будет переносить уже на другие сферы? Это имеет значение для всех форматов. Где-то это в меньшей степени выражено, где-то больше, но мы сейчас конкретно занимаемся адаптацией услуги в магнит-косметик. Конечно, мы и другие форматы также продолжаем и адаптируем сейчас, и будем продолжать адаптировать под покупательские потребности. Что можно пожелать компании Magnit в 2021 году? В 2021 году можно пожелать компании Magnit расти еще быстрее, чем в 2020. Давайте пожелаем, чтобы действительно все наши пожелания сбывались, и пусть в 2021 году нас ожидает невероятный рост. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok